Например, надо делать, чтобы завязать двери. Итого, начнем с разбора. Все тонкости разбора я не буду вам показывать. Это секрет установки. Но примерные позиции тут понятны. Скажите, какие трудности могут возникнуть? Какие трудности могут возникнуть? Знание в голове как-то правильно разбирается, где какие болты крепит дверь. Ну и аккуратность при снятии двери с клипс. Так, мы все заглушечки сняли. Открутили все болты. Все, двери держатся на двух болтах здесь. Остальное снимание двери с клипс. По моему опыту, у нас такая машина, что здесь надо резко выдирать ее с клипс. Тогда все будет хорошо. Все, обшивка дверей снята. Дальше отсоединяем косики. И отсоединяем кабелечек. Все снято. Все снято. Видим такую картину. Леночку удаляем там, что нам больше не нужно будет. Далее, для удобства, прокладываем шмагаля, все снимаем динамик. До конца. Даляем пленку. Мы целиком выкладывать не будем, но все равно монтаж сделаем. Вот так, чтобы покорочить. Но мы сделаем шуму, чтобы мы не завершаем отлендеры. Допустим. Вот первая целевая заплата тебе. Люди, которые делают шум, допустим, в группе выкладываешь это видео. Про отлендеры. Вот я составил эту группу. И народ оттуда придет к тебе. Все, все разобрали мы. Все разобрали. Видим. Площадь, где мы будем шуму изолировать дверь. Дальше проходит. Замеряем все части рулеткой. Замеряем все части рулеткой, все площади. Грубо говоря. Замеряем все части рулеткой. И начинается дальше срезание материала. Дверь разобрали. Начинаем убежевелить. Замеряем все части рулеткой. Замеряем все части рулеткой. Замеряем все части рулеткой. В После того, как обезжирили, нарезаны детали, очищаем бумаги и стараемся одним листиком приморить ее в дверь. Дальше монтируем такие же вырезанные детали на другие зоны. Стараемся закрыть максимальную площадь двери. Последняя деталь. После чего нам эту дверь надо прогреть. Дальше монтируем. Загрели аэроплюс. Начинаем раскатывать. Так какая толстая 3 миллиметра, тут нужно приложить усилие, чтобы хорошенько разгладить материал. Таким же методом нагреваем все остальные детали. После того, как мы прогрели, разгладили гиброматериал аэро, уступает черед нанесения второго слоя. Данного материала не путайте со спленом, это смартфлекс с армирующей сеткой и водостойким клеем. Материал очень липкий, поэтому при проклейке соблюдайте осторожность. Еще прошу обратить внимание, что материал должен не доходить до низу двери один сантиметр. Буквально один сантиметр вот здесь материал не должен доходить до низу двери, так как сливное отверстие чтобы влада напрямую не коннектила с материалом. Так, аккуратненько заводим материал. Приложили и разгладили. Дальше следующим способом также открываются огромные все детали. Соблюдайте, чтобы второй слой смартфлекс лег сантиметр-сантиметр вибродеталь, тогда он в жизни у вас не клеится. Продолжение следует... Прокладка в том, как мы закончили. Прокладка в том, как мы закончили шумозоляцию. Внутри двери у нас была наклеена пленка для отталкивания влаги. Нам эти отверстия надо закрыть. вырезаем по форме и закрываем технологические отверстия. Продолжение следует... Теперь все закрыты и надо прозреть и прикатать в очередной. Теперь все закрыты и надо прозреть. Теперь все закрыты и надо прозреть обшивки. У нас остается обшивка дверей. Теперь обрезаем по контуру пятерку. Надо открыть обшивку, потому что он затруднит установку. Проверяем по контуру пятерку. Проверяем по контуру пятерку. Вырезаем. Начинаем закрывать обшивку дверей. Проверяем по контуру пятерку. 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 Проверяем по контуру пятерку.